у нас на пангане уже несколько дней начинаются с дождей про я просыпаюсь от того что сильно грохочет капли по крыше и сейчас засниму обратный свой двор обратную сторону дома я здесь оставил намеренно обувь свою потому что здесь залито бетонная плита и здесь дождь уходит в землю и здесь получается что не затапливает в отличие от той стороны там потому что со входа про асфальтирована и обувь может унести сейчас курсу к сушу кросс и потому что само по себе здесь вот ничего не не просушивается я не знаю как у соседей сохнет одежда но у меня здесь на стуле я выставлял стул футболки вешал и они за день никак вообще не менялись как были сырые мокрые пятна так они остались вот здесь солнышко просушиваю кроссы сейчас только выставил на время возможно опять пойдет дождь иначе без солнца они никак не высохнут это мой двор обратной там у соседей территория побольше у которых вот отдельный частный дом деревянный а у нас как бы вы как бы такие вот соединить соединенные такие домики между собой комплекс такой одноэтажный вот сейчас покажу обратный двор свой ой не обратный как это выглядит с главной стороны вот видно что здесь по-прежнему стоит вода так это чё за сюрприз вот кстати чита шлепки принесло ко входу причем разные забавно у соседей потому что они на такое вряд ли способны у них потому что на тренажере нас для пресса выставлены на высоте одежда чтобы и обувь не унесло вторые шлепки непонятно где другие другая другая часть пары так скажем непонятно там потому что никого нету ну вот принесло течением к моему порогу щиты шлепки вот может быть ребята ходят ищут нет они обуты вот и здесь видно что такая завод стоит пока не уходит сейчас солнышко посветит я думаю чуть-чуть просохнет вот мой мой байк стоит yamaha n-max крутецки мне очень нравится можно ноги протянуть выставить и сидишь не как на табуретке кофр имеется и рулевая стойка не болтается ты едешь наезжаешь на какие-то кочки и руль не уводит очень мне нравится вот очень комфортный и удобный хотя мне изначально хотелось чего-то более маленького маневренького но маневренького маневренного но это казалось очень хороший байк вот но сейчас тогда сейчас я пойду забирать ее свою пойду сейчас забирать шматье бывает когда склеиваешь запись она автоматически точнее склеивается когда перестраивается между фронтальной камерой основной то пропадает звук а вот и дожди кстати пошел вот совершенно неожиданно крапает мелкий дождь нужно убирать кроссы недолго они у меня сушили две минуты всего надо забирать из прачечные вещи я вчера не забрал их не стал заодно покушаю там с этой стороны что у нас с этой стороны тоже как крапает еле заметный дождик вот сейчас кто-то позвонил на мой тайский номер я подумал может быть спам здесь реклама приходит но нет там девушка ответила на сразу сова дикап проговорил что-то на тайском языке я говорю я не говорю по тайски а на английском ты можешь я горну чуть-чуть ну хорошо тогда увидимся кто это был я не понял я никому свой номер напрямую не давал только разве что ватсапе там может быть номер мой высвечивается не знаю и похоже что девушка была где-то на улице него него не в офисе точно она сидела и не выполняла свою повседневную работу не понял вот ладно сейчас пойду забирать шмотки и сушилки и за на там покушаю из прачки не сушилки бежит красавчик давай давай беги быстрее тебя давай иди здороваться иди сюда быстрее красавчик давай 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 мне первый хозяина подходит что-то не подошел на этот раз ко мне вот сейчас закажу еду что-то пока пока провести никто мне ничего не сказал сейчас и насчет еду тоже никто не подошел показания то все что-то ну все принесли вот наполнил стаканчик с водой thank you к пункта со льдом точнее чтобы я наливал не придется за воду платить за бутилир за бутылированную бутылированную это другое бутан какой-нибудь так и отдали мне прям как я принес в моем рюкзаке шмотки все сложенные там я думаю они там не скомканы а сложены как надо поглажены да все отлично вот прямо вместе с рюкзаком я просил постирать рюкзак чистый все сухое все супер сейчас все все одним счетом расплачусь с ними сейчас узнаем сколько я должен заплатить за все у меня тысячная крупная купюра сейчас у них спросим опять дождик пошел хотя вроде солнечно ничего не предвещает дождя как говорится а хао ма чайник пей хао мач не знаю как не в курсе хочу сегодня еще покататься может быть на как же называется так на веревоке когда спускают с возвышенности и в свободном ну как свободно полет зафиксированные к тросу летишь о забавно это плодовое дерево это вот эти плоды я не знаю как называется я пока пункта сейчас посмотрим сколько это все стоило сейчас 100 200 300 400 500 600 700 700 и того 250 бат 250 250 бат 250 бат за еду 70 получается 100 180 получается стирка 180 бат что-то дорого это как-то 180 сколько здесь получается по 90 бат получается здесь 2 килограмма что ли но почему так дорого все равно здесь стирка что-то я не допонял здесь вот стирка нормальная нормал 50 бат за килограмм экспресс но это не экспресс мне на автор на автор но когда второй день я пришел к рассказали прийти на следующий да сказали что еще на один подождать то есть это не экспресс я я че-то не понял я сейчас у них переспрошу потому что что-то как-то это маловато принесли сейчас нужен переводчик все я узнал стирка действительно стоило 180 бат и неспроста но я сам лоханулся я ему мое полотенце но было полусырое и она я так понял весело дофигища наверное они взвешивали до постирки вот и остальные вещи были тоже влажные получилось что вещи веся три с половиной килограмма как так и поэтому по 50 бат посчитали и 180 получилось получается три с половиной ну что восемьдесят да вот округлили большую сторону так 175 ну вот все нами объяснила говорит писаем попробуй подними ну я не знаю здесь по моему мало я первый раз когда возил шмотки свои там несколько футболок ну мало набралось набралось меньше килограмма на и так вот я отвлекся я дерево показывал не помню как называется этот плод его продают продают достаточно дешево я так понял они пользуются популярностью внутри такие оранжевые плоды вот он здесь совсем маленький он вырастает очень большой забавно здесь прямо вот подо мной над головой там вот более крупные плоды но я его не люблю так что вот вернулись к теме с одной на другую перескакивать сколько захочу этого мне выпуск новостей где все по листочку по регламенту я буду говорить все что хочу и тут так со своей шмотки прослушивайте тщательно чтобы не попасть в каждую ситуацию вот песик привет давай заснимем как ты грызешь мои руки а то сейчас будешь говорить что до 5 этого не делал ну что ну что ну давай испачкай мне все тут своими глазными выделениями до кабанчик что за кабанчик уже кабанчик такой ладно как я няшусь собакой наверное мало кому интересно ну вот наконец-то я подтверждение мне удалось заснять по локти просто руки положил и ушел как начинается съемкам приюта прекращает вот такой вот добряк обмусолил мне все руки предлагает говорит по по мои руки по но но гуд я обойдусь говорю да и тебе щас но он понимает что с ним играют все ладно пойду я поеду к дому сейчас вот дом вот там вот видно веранда неподалеку вот столько надо ехать чуть-чуть совсем вот в лотусе продается мороженое фруктовый левит за 15 бат с дурианом очень вкусно советую попробовать в горах большая область погодка так переменная такая то солнце то дождь говорят что сезон дождей якобы раньше времени раньше декабря начался на острове здесь два последние месяца в году считаются не сезонными хотя в декабре жилье сдается только посуточно моя квартира в том числе она уже не будет сдаваться помесячно и стоимость суток будет как стоимость месяца 10 бат 10 тысяч бат наверно перед самим новым годом видимо у иностранцев считается модным встречать новый год именно на этом острове хотя здесь сезон дождей непонятно почему потому что он якобы тусовочный много проходит различных ведь вечеринах если оставляешь байк на забить допустим на парковке когда возвращаешься обязательно тебе держатель для телефона либо же на рулевую стойку положат свежую афишу ближайшего концерта и они здесь проходят регулярно последний буклет сейчас покажу который мне положили можете оставить видео и по кур коду посмотреть информацию 11 октября а это сегодня но я на такие мероприятия не хожу иначе у меня вообще денег не останется если я буду к вечеринам ходить но я к тому же не пью зачастую все бары с музыкой там люди сидят и у них стоит выпивка на столе ну все сейчас буду двигаться куда-нибудь хочу прокатиться на веревке как это называется и так и не вспомнил с возвышенности ну ладно потом покажу смотрите какая красота там виднеется бухта какого-то пляжа заехал остановился здесь секрет бич но это не пляж секрет бич это так называется гостиничный комплекс секрет бич я слышал о том что там номера должны быть что-то в районе 200 с небольшим бат в день хочу узнать для себя может быть я здесь еще немножко останусь и для русской туристки которая попала в аварию она потому что ищет место подешевле я вот хочу узнать я потому что у одного блогера видел обзор на это место но тут говорят что сейчас подорожал это подражали эти номера бунгало с выходом к морю вот хочу зайти посмотреть вообще есть секрет бич но находится именно пляж находится в совсем другом месте что-то я напутал это какая-то приватная зона входа нет вот у них табличка расположенного секрет бич вилла и видеонаблюдение кругом установленные таблички о том что здесь видеонаблюдение якобы нету разворота и видимо это какая-то очень дорогая гостиница и рецепция у них вход находится другой стране вот уже подошли люди ссори вот видимо это он меня пропустил или он для себя выход подготовил я не понял ему хотел сказать что они туда попал дает он сам собирается выезжать вот я не знаю я посмотрел фотографии этой виллы это вроде как очень дорогое заведение они бунгало которые я ожидал наверное я никто не туда приехал все-таки сейчас ему освобожу проезд вот но я посмотрел фотографии все очень дорого сауны богата так что наверное все-таки они туда я буду возвращаться посмотрите как высоко расположены дома как красиво вон машина припарковалась я уж не знаю как она там стоит она движется она движется вниз причем задним ходом но прям наклон очень сильной кажется что никакие тормоза не выдержит и она все равно поедет вниз как будто нужно подкладывать башмаки специальные по задние колеса чтобы она не ехала настолько сильно ответственность склон вот ребята траву косят другие рабочие там я видела валят деревья и тут же устраивают большие костры чтобы их жить мингалаба не не поняли значит тайцы хотя тайцы тоже знают что это приветствие бирманская заехал здесь с краю от дороги видел что стоит бульдозер или как он с ковшом ну неважно и тут как раз очищают территорию под последующую стройку вот горят костры захотел у костра постоять там просто очень массивный костер развели ребята вот я думаю что мне никто не не запретит съемку тут тлеют деревья можно посидеть погреться надеюсь что сейчас не будут кусать меня комары вот потому что в лес чуть заходишь уже кусают комары сильно о как здесь тепло кайф сейчас погода октаж не самая теплая вот а здесь можно погреться здорово они прямо вот этот пень подожгли чтобы может быть я не знаю наверно выкорчевать его потом будет сложнее если он будет обугленной не знаю не что-то они прямо пень пода вокруг меня разожгли костер вот сейчас подойду к ребятам может пообщаемся с ними очень тепло здесь хорошо мингалаба you from той от айланд поеду подойду подойду к ребятам познакомлюсь вижу что парень ест лонг конг я лам яй лам яй спасибо спасибо лонган лам яй лам яй да вы работаете здесь да строительство инженерии вы тайн в январе мингалаба новый мингалаба окей верный друг слово я знаю ты говоришь английский? немного меня тоже я знаю две мингландии все Привет, Мингалаба! Я знаю тайский язык Пумпуи? Пумпуи, саладика Вот земля подготавливается под постройку Я путешествую Путешествую Клин Клин Под следующую застройку Пальму там поджигает Вот она дымится Хотя еще все сырое Вот, но тем не менее Как-то вот горит Вот так они работают Мне нравится, я сколько вот не заходил к рабочим Они Не торопясь так работают Никто, как говорится За спиной не стоит Не угрожаешь, давай быстрей Уволим Зарплату не получишь Так вот они кушают Эти Лангьяны свои Работают Могут пообщаться, подойти Вот Сейчас Сейчас еще может заснимем В чем заключается их работа Вот там Висит какой-то шнур Это может быть территория как раз Размечена Покуда им надо Очистить ее Расчистить Вот здесь вообще Неконтролируемое как будто возгорание Произошло Дерево не срублено Но они его решили поджечь Вот Как-то так хаотично они зачищают Какие-то деревья оставлены Какие-то нет То есть не с одного конца начали А почему-то каким-то клочьями Не знаю с чем это связано Вот Работают здесь Сейчас подумаю что спросить у них еще Вот С парнем пообщался Он Работает на двух работах Работает дайвером Инструктирует людей на хадьяу Перед погружением Может быть совместно с ними погружается И также у него вторая работа Когда он говорит пасмурно здесь На острове Когда там нет людей Он приходит сюда Расчищает здесь Территорию И он родом при этом Из Бангкока Представляете То есть бангкокский житель Который родился в Бангкоке Приехал на остров Потому что здесь Хорошая природа Ему нравится работа На улице Именно по расчистке леса Вот Ну прикольно Прикольно в общем Мне понравилось с ним общаться Вот Вот Не исследует Какой-то там системе Не пошел Учиться На стоматолога В Бангкоке Жить В бетонных джунглях А выбрался Сюда На природу Вот Я кстати еще что-то Не помнится мне Чтобы я встретил Кого-то Кто бы здесь родился И с ним С ним бы я общался В основном все вот Приезжие А друг его Из Мьянме Вот А он говорит еще Приходи с утра Здесь с утра Большой костер Большой огонь Вот Я говорю да конечно Обязательно приду Вот Говорю я подошел сюда Чтобы погреться Посмотреть на костер Вот Мне ближе Такие развлечения Вот Вот Они валят Видимо деревья тут Под застройку Сейчас не валят Почему-то сейчас жгут Вот Да и как-то выборочно Какими-то клочьями Ну ладно Я уже по второму кругу Все говорю Ну мне прямо этого очень не хватало Погреть спинку у костра Знаете Не следовать Каким-то Традиционным маршрутам По которым двигаются Туристы Кафешка Бары Пляж А вот куда-то завернуть Где можно Отдохнуть Просто на природе Как в деревне И тут я заметил У них Тесак вон лежит Которым они орудуют Но Другой заметил я Как пророс кокос Я уже неоднократно видел Как кокос дает ростки Вон там видно Вот он лежит И наверное скоро Из него полезут корни в землю Вон едет машина Объявляет о скорой вечеринке О сегодняшней 11 октября А там не вечеринка Там бои какие-то проходят Ну не какие-то А все мы знаем какие Традиционные тайские бои Вот и здесь видно что Пророс Полностью Если я не ошибаюсь Он не просто там лежит А из него растет уже растение Да круто Вот я впервые вижу это Да все он укоренился Вот и корень где-то там под ним Вот Вот он не отсюда исходит А наверное там Под ним под самим Потому что здесь вот Можно прокопать Вот все укоренился и растет Вот так развивается и растет Пальма Сама выросла Без чего-либо ухода Вот ребята туда куда-то пошли дальше Осматривать территории Вот Я бы конечно присел бы Посидел бы здесь Пенек Надо какой-нибудь взять Вот это дерево Оно сырое Достаточно Но я конечно его и не возьму Просто думал присесть на него Вон пенек Можно поставить Слышите как сильно цикады шумят Распелись От костра очень сильный жар исходит Хотя вот он уже Казалось бы горстка пепла Но Вот я стою на стадии метра И Печет спину Шорты Шорты Это же часть тела Их тоже печет Попу конечно Просто не хотел произносить Эти неприличные вещи У ребят развешаны на деревьях пакетики Они в качество обеда взяли себе фруктики Не забивают животы Чтобы работать активно Вот у них висят Но я не очень этот фрукт люблю У него косточка Черная большая Посерединке Я больше Лонконг люблю Хотя Лонконг я уже объелся Я посчитался Я оказывается в дорогу Пока ехал до сюда на поезде Взял не два килограмма А четыре И всех съел пока ехал Как-то я уже Насладился ими Перенасладился Так скажем Да Так что может быть Возьму и этот фрукт Лонг яй он сказал по моему Но он подороже Посмотрел я как называется развлечение Которое я хочу попасть Называется зиплайн Когда по На канате тебя подвешивают И ты спускаешься Ай Ястреб летает По-моему это называется синдром дефицита внимания На одном не можешь Сфокусироваться Еще такой тест в интернете Где Точка посередине И вокруг нее вращается множество точек И если ты на середине не можешь сфокусироваться И у тебя периодически В твоем поле внимания Попадаются точки Внешние То у тебя синдром дефицита внимания Так о чем я говорил Вот я пойду на зиплайн Осталось Правда полтора часа До закрытия Не знаю Хватит ли мне Развлечься Полтора часа Надо еще доехать И там еще есть Подвесной мост Наверное За вход Не только за вход Платится Но и за каждое развлечение Платятся деньги Сейчас узнаем Дойдем до туда Под закрытие Надеюсь они будут рады Клиентов Все таки не за 5 минут до закрытия Когда они там уже навели порядочек Я пришел А вот за полтора часа Ладно Сейчас проверим Что там